После принятого МПК решение восстановить ПОК в членстве российские паралимпийцы по таким летним дисциплинам, как легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, входящих в управление МПК, теперь могут принимать участие во всех международных турнирах, рассказал Рожков. Сейчас важный этап, спортсмены со всего мира участвуют в квалификации к Паралимпиаде 2020. ПОК тесно работает с МПК по организации участия наших спортсменов в этих соревнованиях, ПОК оплатил лицензию МПК на 2019 год для участия в соревнованиях по этим дисциплинам. Рожков подчеркнул, что поскольку российские паралимпийцы не выступали на международных соревнованиях с 2016 года, им необходимо заново набирать рейтинг, проходить функциональную классификацию для участия в чемпионатах мира и паралимпийских играх. Ближайшие старты, где они смогут это сделать, в пауэрлифтинге, на Кубке мира 25-28 апреля в Венгрии, пулевой стрельбе, международных соревнованиях 2-12 мая в Германии, плавании, на этапе Кубка мира в Сингапуре, легкой атлетике, на Гран-при в Швейцарии. Важной составляющей допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, включая чемпионаты мира и паралимпийские игры, в соответствии с действующими послевосстановительными критериями является прохождение каждым спортсменам за полгода до начала соревнований определенного количества допинг-тестов, напомнил Рожков. В легкой атлетике и плавании это два тестирования, включая одно во внесоревновательный период, в пауэрлифтинге – три и в пулевой стрельбе – одно. Полг оказывает Всероссийским спортивным федерациям по видам инвалидности всестороннюю методическую помощь по внесению необходимой информации в систему Эдамс, а также отслеживает прохождение спортсменами допинг-тестирования, проводимого МПК и Русада российским антидопинговым агентством, подчеркнул Рожков.